Всем привет! Меня зовут Леся и это канал о вязании. Последнее время меня безумно затянуло вязание носков, потому что я освоила новый способ. И теперь носки вязать просто в одно удовольствие. Я вяжу их от мыска, вот с такой вот пяточкой бумеранг, которая при этом вяжется очень просто. Не нужно провязывать никакие тройные петли. Получается легко. Теперь вяжу носки взахлеб и хочу с вами поделиться тем, как я вяжу эти носки. Поэтому будет подробный мастер-класс. Для начала я вам покажу, из какой пряжи я сейчас вяжу. Я влюбилась в газал Happy Fit. Здесь 75% мериносовая шерсть, 25% полиамид. В 100 грамм 330 метров. Лично я вяжу спицами 2,5 носочки, потому что я люблю все-таки поплотнее. Но здесь в рекомендациях есть и спицы номер 3. Я вяжу Magic Loop. Вязала разные размерчики. Я внизу укажу со временем, буду указывать и добавлять, когда буду вязать новые размеры, сколько у меня уходило петель. Вам буду показывать на образце размера 36-37. Но, опять же, имейте в виду, что у всех нога индивидуальна. И как раз прелесть вязать себе самой. Это то, что можно связать индивидуально по вашим параметрам. Ну что ж, приступим. Итак, мой любимый способ это вязание от мыска. Я буду вязать вместе с вами носки размера 36-37. Также смогу вас ориентировать по 46 размеру, потому что его тоже вязала. Для того, чтобы вязать, я буду использовать спицы 2,5 Magic Loop. Их необходимо взять вот таким вот образом, такой вот буковкой В. Вот здесь у меня находится ниточка. Край нити примерно 20-15 см я оставляю. И беру вот таким образом. Вот так. Теперь дальние от себя спицы захватываю петлю. И остальные петли буду накидывать от себя крест-накрест. То есть, дальний от меня палец закидывает петли на ближнюю от меня спицу. И ближний от меня палец закидывает петли на дальнюю от меня спицу. Вот таким образом. Раз. От себя. Два. Раз. Два. Раз. Два. На 36-й, 37-й размер мне нужно на каждую спицу по 10 петель. На 46-й размер я делала по 14 петель на каждую спицу. Так, сейчас я набрала по 10 петель на каждую спицу. Нужно быть осторожным, потому что вот этот хвостик, он никак не закреплен, чтобы он не слетел. Вытаскиваем дальнюю от нас спицу. И начинаем вязать первый ряд. Просто провязываем лицевыми. Видите, вот здесь не закрепленная никак эта петелька. Вот, провязали первый ряд на одной спице. Теперь провязываем первый ряд на второй спице. Провязываем 9 петель. И делаем прибавку. Получается, мы делаем прибавку в конце круга первого ряда. Делаем прибавку. И провязываем заключительную петлю первого ряда. Теперь во втором ряду продолжаем делать прибавку. Первую петлю мы провязываем. Делаем прибавку уже в другую сторону. Вяжем дальше лицевыми до предпоследней петли. Вот, провязываем предпоследнюю. И здесь делаем прибавление. На второй спице второго ряда первую петлю мы провязываем. Делаем прибавку в другую сторону. И провязываем до конца. Потому что в конце первого ряда мы уже делали прибавление. И это прибавление мы сейчас провязываем. Таким образом мы продолжаем делать прибавки в каждом втором ряду. Для размера 36-37. До тех пор, пока на каждой спице не будет по 26 петель. Для размера 46. Пока на каждой спице не будет 36 петель. Я сейчас довязала до более светлого сегмента пасмы. Поэтому хочу вам показать, как я делаю прибавку. Довязываем до последней петельки. И вот так. Раз. Раз. Вот такая получается петелька. Вот так. И заключительную провязываем. А с другой стороны провязываем первую. И поворачиваем вот в эту сторону. Вот так. Сейчас я довязываю последний ряд мыска. На каждой спице уже по 26 петель. И покажу вам, как выглядит этот самый мысок. Благодаря тому, что мы делали прибавки, отступая одну петлю от края, мысок получается очень плавным. Очень симпатичным. Очень симпатичным. Если у вас другая форма пальцев, у меня, потому что достаточно острый такой склон пальцев, но если у вас более тупой, то тогда вы можете делать меньше прибавок и в самом начале больше петель набрать. А мне нужно было бы, чтобы как раз было достаточно острый. Потому что если не учесть форму пальцев и при острой форме пальцев сделать тупой носочек, слишком плавный, то тогда очень быстро будет протираться палец. У меня этим отличаются носки, которые я сама себе вяжу от покупных любых, что в моих носках у меня палец так быстро не протирается. Ну все. Теперь, когда у нас 26 петель на каждой спице, мы вяжем по кругу основную часть до тех пор, пока не довяжем до пятки. Когда я довяжу до пятки, встретимся с вами снова и покажу вам, как классно я научилась вязать пятку супер легким способом. Она получается красивая, без всяких дырочек и любой новичок сможет ее связать. Сейчас будет самое интересное. Я покажу, какую я сейчас легкую и классную вяжу пятку. Я не считаю ряды, я измеряю в сантиметрах для размера 36-37, 19 сантиметров от самого краешка мыска до того места, где я сейчас буду вязать пятку. Итак, как же я ее вяжу? Я разделяю петли на одной спице на три части. Здесь у меня 8, 10 и 8 петель. Я вяжу весь этот ряд лицевыми петлями. Я уже, в принципе, когда вяжу для себя, не использую маркеры, но вам для наглядности буду использовать, чтобы вы лучше видели, где я делаю повороты. И так я довязала этот ряд до конца. Поворачиваю вязание. Нить перед собой. И я ее натягиваю. Так что здесь получается вот такой вот крестик. Натягиваю посильнее. И получается, что у нас петля как будто бы двойная. И вот такой двойной петлей я ее снимаю. Петлей с крестиком. Так она у меня получается. Видите? Теперь, дальше я вяжу ряд изнаночными петлями. Довязала этот изнаночный ряд. Переворачиваю изделие. Теперь нить опять перед работой помещаю. И точно так же натягиваю, чтобы появился этот крестик. И вот снимаю его спицей. Посильнее натягиваю. Так, чтобы этот крестик в итоге у меня был где-то с обратной стороны. И теперь вяжу лицевыми. Теперь смотрите. Подходим мы к концу ряда. Вот эта вот крайняя двойная петля с крестиком. У нас уже есть, мы ее не провязываем. И мы вот эту делаем такой же двойной. То есть мы ее провязываем. Разворачиваем изделие. С правой стороны у нас уже есть вот эта двойная петля. И мы снимаем следующую тоже двойной. Теперь у нас справа две двойных. Опять нить впереди изделия. И вяжем изнаночными. С изнаночной стороны точно так же. Мы видим, что самая крайняя петля здесь двойная. Одинарную мы провязываем, как обычно изнаночной. Переворачиваем изделие. Нить перед работой. Тут двойная одна уже есть. И эту снимаем вот так вот с крестиком. Таким образом мы вяжем, пока у нас все петли, которые идут с двух сторон от маркера, с этой стороны и с этой стороны, не будут двойные. И только вот по центру наши 10 петелек, пяточки, они должны остаться одинарными. Сейчас у нас в изнаночном ряду справа от маркера все петли стали двойными, как вы видите. Слева осталась одна заключительная, одинарная. Мы разворачиваем наше вязание. Нить спереди. Это получается наши заключительные крести, которые мы провязываем. Вот и между маркеров 10 петель просто лицевыми провязываем. И что мы делаем сейчас в этом ряду? Мы вяжем дальше по кругу, провязывая все наши двойные петли просто одинарными. И переходим на переднюю часть, то есть полностью по кругу вяжем, не разворачиваемся. У нас получится, что во время вязания пятки спереди мы провяжем два ряда лицевых. Вот на передней части провязали. Теперь мы видим, у нас здесь еще остались 8 двойных петель. Нам их надо провязать. Получается, что в первом круге мы избавились от всех наших двойных петель. И провязываем еще один круг, точно такой же, полностью по кругу. И сейчас мы снова вернемся к довязыванию нашей пятки. Мы, получается, связали половину загиба пятки. Сейчас нам нужно будет довязать вторую половину загиба пятки. Как мы это делаем? Ну, во-первых, нам нужно довязать второй ряд. Вот этих петель от пятки. И сейчас мы будем делать с вами те же самые поворотные ряды. Только уже они у нас будут все дальше и дальше от пятки. То есть, как мы начинаем. Провязали мы 10 петель нашей пятки, которые между маркерами. Передвигаем маркер. Теперь провязываем петлю лицевой. Переворачиваем вязание. Точно так же, как мы уже делали раньше. Эту петельку с крестиком снимаем. И провязываем 10 изнаночных петель. То есть, вы видите принцип. Мы сейчас будем, если раньше мы начали с крайних петель двигались к 10 петлям пятки центральных. То есть, сейчас наоборот. Мы начинаем от центральных, от ближайших к пятке. Их делаем двойными. Центральные 10, которые между маркером у нас всегда просто лицевые и просто изнаночные. Они у нас всегда из глади. Так, ну теперь смотрите. Смотрите, мы довязываем до двойной петли. Что же мы делаем? Мы провязываем эту двойную петлю просто лицевой. А следующую делаем двойной. И по такому принципу мы будем довязывать дальше всю пятку. С изнаночной стороны опять довязали до двойной петли. Провязываем ее просто изнаночной. И следующую делаем двойной. Провязываем ее изнаночной. Переворачиваем. И вот таким образом снимаем, делаем ее двойной. То есть, получается, что во второй половине пятки мы от этих двойных петель по ходу избавляемся, по ходу вязания. Покажу вам, как довязывается заключительный ряд пятки. Вот это изнаночный ряд. Провязываем эту самую крайнюю изнаночную петлю, которую мы делаем двойной. И на данный момент у нас получается, что все петли по центру, они уже одинарные, потому что мы их провязали. А две самые крайние, они двойные. Мы уже не будем поворачиваться туда-сюда. Мы дальше просто вяжем все лицевыми петлями по кругу. Провязываем наши... Уже можно, кстати, избавиться от маркеров. Вот эту крайнюю двойную петельку провязываем лицевой. Переходим на переднее вязание. Теперь здесь на пятке первая петелька тоже будет двойная. Тут надо потуже затянуть, чтобы не было никаких дырочек. Эту двойную петельку провязываем просто лицевой. И все. Дальше мы просто вяжем по кругу. Я обычно сантиметра 3-4, но зависит от размера. Иногда и 5. Вяжу просто лицевыми и потом делаю резинку. Чаще всего это резинка 2х2. Конечно, в первый раз может казаться запутанно. Это всегда, когда учишься вязать пятки. Но со временем я поняла, что из всех способов и разных видов бумерангов именно эта пятка моя самая любимая. Она вяжется совсем без дырочек. Очень аккуратненькая. При этом не нужно вывязывать никакие тройные петли. Нет нигде ничего тугого не нужно провязывать. Но на мой взгляд это самая идеальная пятка. Я провязала резинку. Наш носок практически готов. Осталось только закрыть эластичным способом резинку. Я закрываю без иглы. Сейчас я вам покажу, как я делаю это закрытие. Что ж, начинаем. Перед нами лицевая петля. Просто провязываем ее лицевой, самую первую петлю. После чего делаем накид на себя. Так как перед нами лицевая петля. Провязываем ее лицевой. После чего накид переносим на провязанную лицевую петлю. И самую первую провязанную переносим тоже. У нас опять остается справа одна петля. Теперь перед нами две изнаночных петли. Когда перед нами изнаночная петля, мы делаем то же самое, только накид от себя. Нить перед работой. Провязываем петлю изнаночной. Теперь накид переносим на эту изнаночную петлю. И самую крайнюю переносим на эту изнаночную петлю. Снова перед нами изнаночная петля. Значит, делаем накид от себя. Нить перед работой. Провязываем изнаночную петлю изнаночной. Переносим накид на эту петлю. И самую крайнюю правую. Теперь перед нами лицевая петля. Это значит, что мы делаем накид на себя. Провязываем ее лицевой. После чего этот накид переносим на провязанную лицевую петлю. И самую крайнюю тоже переносим. Таким образом у нас получается эластичная резинка. Тут главное вязать не слишком рыхло. В конце все это потянется. И получится очень аккуратная резиночка. Сейчас я вам на готовых носках уже покажу, как это получается. Как это выглядит в итоге. Вот у меня готовые носочки. Вот так аккуратненько это выглядит. Вот так тянется. И видите, прекрасная косичка здесь получается в итоге. Вот такой был мастер-класс. И вот такой у нас с вами получился носочек. Я очень надеюсь, что мастер-класс был для вас понятным и полезным. Если это так, пожалуйста, поставьте лайк. Это бесплатный эквивалент слова спасибо. Поделитесь с теми, кто тоже хочет освоить вязание носков. Я вам буду очень благодарна. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...